Душа коснулась крыльями меня. В ночи средь глухоты и безнадежи. Простить? Не знаю. Бог судья. Забыть? А вот забыть об этом невозможно. В календаре памятных дат России 30 октября отмечено как День памяти жертв политических репрессий. Сегодня никто точно не может сказать, сколько человеческих жизней в те страшные годы были сломаны в один миг. В их числе родители Лидии Даниловны Швабинланд. Она вместе с другими соликамцами пришла к камню слез и плача на митинг памяти всех, кто был подвергнут репрессиям. Мои родители, конечно, не так много рассказывали, но все равно тоже прошли. И мы до 6 июня 1954 года тоже были подвергнуты этой репрессии. Мои родители подвергались дважды. То есть их семьи, семьи бабушек, дедушек и потом родители. Люди, которые были подвергнуты этим репрессиям, они не озлобились и жили такой же жизнью, как и все нации Советского Союза. Это наша история. А историю никогда ведь не надо забывать и никогда не надо ее переделывать. Миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны, покалечены, прошли через тюрьмы, лагеря и ссылки. Такое страшное прошлое этих людей действительно нельзя вычеркнуть из памяти. С этим согласны и местные власти. Они вложили частичку своей души, своих талантов и трудов в развитие нашего Соликамска. Чтобы Соликамск стал лучше. И мы благодарны им за это. Наш долг – хранить эту память и передавать ее будущим поколениям. На территории нынешнего Пермского края было более тысячи исправительно-трудовых лагерей. Количество заключенных в них в 1938 году превысило 3 миллиона человек. Это больше, чем все население Пермского края. В 30-е годы в Соликамск были сосланы тысячи политзаключенных, которые внесли весомый вклад в создание промышленного потенциала города. Память из сердца не вырвешь, не сотрешь. И мы, наше поколение, и вы обязаны все это помнить, сохранить для детей, для внуков, чтобы это никогда не повторилось. Вечная память погибшим. Во многих городах России под звуки метронома и колокола на митингах зачитываются истории жизни реабилитированных жертв репрессий, чьи судьбы были сломаны в то непростое время. Они делали опись имущества, а у нас и не было ничего. Мы жили в проходной комнате, и все наши пожитки располагались в сундуке. Маму мы больше не видели. По окончанию митинга к камню слез и плача присутствующие возложили цветы в память об этом трагическом событии.